Урок номер 10. Работа с шаблонами в аналитическом комплексе Watchlist Endlinker. Когда вы переключаетесь между финансовыми инструментами, для того, чтобы сохранить всю вашу аналитику, индикаторы, рисунки, объекты, квадратики и все-все-все, Watchlist использует технологию применения шаблонов. Это значит, что когда вы переключаетесь между финансовыми инструментами, для предыдущего финансового инструмента шаблон сохраняется, а для нового финансового инструмента, на который вы переключились, шаблон загружается. Шаблоны загружаются на все открытые графики. В уроке номер 2 мы подготавливали рабочую область сначала, а потом запускали Watchlist Endlinker. Почему это было сделано именно так? В момент запуска Watchlist, поскольку шаблонов еще нету, вы первый раз запускаете на рабочую область, Watchlist Endlinker делает дефолтные шаблоны. Дефолтные это шаблоны по умолчанию. Они применяются к тем финансовым инструментам, у которых еще нету собственных шаблонов. Это значит, что когда вы первый раз настроили рабочую область, установили все ваши индикаторы, которые вы хотите видеть на каждом финансовом инструменте, вы запустили Watchlist Endlinker, программа создала шаблоны по умолчанию. И когда вы переключаетесь на новый финансовый инструмент, загружается шаблон по умолчанию. Если вы переключаетесь на финансовый инструмент, который вы уже открывали, будет загружен тот шаблон, который был создан последний раз. Итак, сейчас у меня нету дефолтных шаблонов в Watchlistе, нету дефолтных шаблонов на моем терминале. Я делаю первый запуск и я устанавливаю те индикаторы, которые мне нужны. Вы можете устанавливать то, что вам нужно. И устанавливать нужно именно индикаторы. Ни уровни, ни тренды, ни квадратики, ни рисунки. Только индикаторы. Индикаторы согласно вашей торговой системе, которую вы применяете к каждому финансовому инструменту. Я установлю Watchlist Endlinker. Сделаю запуск. Поскольку у меня шаблонов нету, Watchlist Endlinker создаст дефолтные шаблоны. И далее я перехожу на финансовый инструмент, например, на акции Apple. У меня сейчас применился дефолтный шаблон. Шаблон, сделанный по умолчанию с моими индикаторами. Если я переключусь дальше на финансовый инструмент, то для Apple сохранится вот именно вот этот шаблон. Со всеми этими индикаторами и с этими настройками. И с настройками времени и индикаторами. Переключаюсь, сохраняется шаблон. Все эти шаблоны можно увидеть в папках терминала MetaTrader. Для этого мы переходим. Открыть каталог данных. MQL. Files. AppDataTrading.go. Watchlist Endlinker. Папка Templates. Здесь уже есть шаблоны тех инструментов, на которые я кликал. А также есть шаблоны Default. Вот именно эти шаблоны будут применяться к инструментам, которых еще я ни разу не открывал. Как видите, у меня здесь нету еще валютной пары евро, австралийский доллар. Нету такого шаблона. Значит, когда я перейду на эту пару, у меня загрузится дефолтный шаблон по умолчанию. И когда я переключусь на другую валютную пару, у меня сохранятся шаблоны для евро австралийского доллара. Смотрим. Евро Аут для первого графика. Для второго графика Евро Аут. Для третьего графика Евро Аут. И для четвертого графика тоже сохранился уже свой шаблон. Теперь на финансовых инструментах я могу рисовать все свои уровни, все свои объекты, наносить какие-то текстовые метки. И это уже будет сохраняться на конкретном шаблоне для конкретной валютной пары. Вернемся на евро австралийский доллар. У нас там сохранен шаблон. Он уже имеет имя 1 евро аут. И уже дефолтный шаблон не применяется. Вернемся снова на валютную пару. И видите, мой тренд остался. Моя текстовая метка осталась. Таким образом работают шаблоны. Все, что вам нужно понимать, это все сделано интуитивно понятно, просто и вам не нужно заморачиваться. И вы всегда можете вернуться к этому уроку и узнать, что как делать. Также в Watchlist сделано специальное меню по управлению шаблонами. И в случае, в том случае, когда вам нужно пересоздать дефолтный шаблон, вы можете нажать кнопку «Создать дефолтный шаблон». Все, линкер сделал новый дефолтный шаблон. И на этом шаблоне будет лейбл и тренд. И ко всем финансовым инструментам, на которых нету еще шаблонов, которые вы ни разу не посещали, будет применяться этот шаблон. Также в Watchlist вы можете удалить шаблон. Когда вы нажмете, вам будет предупреждение. Вы действительно хотите удалить все рабочие шаблоны? Если вы нажмете «Ок», папка с рабочими шаблонами будет полностью очищена. Далее вам линкер предлагает, это необходимо, создать дефолтный шаблон. Нажимаете «Ок» и у вас появляются новые дефолтные шаблоны. Если вы нажмете «Отмена», у вас не будет никаких дефолтных шаблонов. Вы просто будете переключаться между финансовыми инструментами, будете получать пустые графики, на которые вы будете уже дальше наносить свои индикаторы, тренды, тексты и прочее. Дополнительные кнопки в Watchlist помогают вам создать резервные копии ваших шаблонов. Удалить резервные копии шаблонов. Это помогает на тот случай, если что-то произошло с вашими шаблонами. Повреждены, либо вы их переносили, либо дети что-то наклацали вам и повредили ваши шаблоны. Для этого делаются бэкапы шаблонов. Первая кнопка «Удалить бэкап». Подсказка показывает, что если вы нажмете, вы действительно хотите удалить все шаблоны из резервной копии. Нажимаете «Ок» и папка полностью очищается. Создать бэкап. Это значит создать резервную копию. Все ваши шаблоны помещаются в отдельную специальную папку и они не трогаются. В случае, если вам нужно вернуть ваши рабочие шаблоны, вы нажимаете кнопку «Восстановить». Может быть такая ситуация, что в резервной копии и в папке рабочих шаблонов будут одинаковые файлы. И вот здесь нужно быть аккуратным. В случае, если вы восстанавливаете шаблоны из резервной копии и имена одинаковые, то шаблоны в рабочей папке будут изменены на те, которые лежат в резервной копии. Нажимаем. Смотрите, здесь написано «Ок» и заменить все шаблоны с одинаковыми именами. «Cancel» – это «Прервать». «Отменить операцию». Если мы нажимаем «Ок», то в рабочей папке будут скопированы все шаблоны из резервной копии. Если имена будут одинаковые, то шаблоны из резервной копии имеют высший приоритет и они заменят те шаблоны, которые есть в рабочей папке. Вот так вот работает функция работы с шаблонами. Самое главное, вы должны понимать, что все сделано интуитивно, понятно и каждый ваш шаблон сохраняется. При повторном нажатии на финансовый инструмент, ваш шаблон будет загружен и вы получите все, что вы рисовали, все эти уровни и тексты полностью получите на графике. Чтобы закрыть окошко, нажимаем кнопочку «Закрыть». Повторно нажимаем на кнопочку с квадратиками.